В Пермском крае, равно как и по всей стране с начала этого года, аптеки перестали свободно продавать антибиотики и иные лекарственные препараты. С пометкой отпускается только по рецепту врача. Новые нормы прописаны в приказе Федерального Минздрава. Нововведения имеют своих сторонников и, соответственно, противников. Собственно, плюсы и минусы этих новых норм мы обсудим в рамках программы «Ракурс». Меня зовут Антон Шибанов. Здравствуйте. В нашей студии сегодня Сергей Бебаль, кандидат медицинских наук, руководитель частной клиники Евгений Казьминых, директор Пермского медицинского правозащитного центра. А кроме того, по видеосвязи к нашей беседе подключится Сергей Липустин, эксперт из Пермской краевой больницы. Господа, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Прежде всего, хотелось бы узнать ваше мнение касаемо вот этих вот новых норм, утвержденных Минздравом. Ну, на самом деле, эта норма не новая. Она была введена приказом Министерства здравоохранения в 2005 году. И с 2006 года большинство лекарственных препаратов должны отпускаться только по рецептам врачей. Исключение составляет те, которые включены в список отпускаемых без рецептов. Ну, сейчас такого списка нет формально. Поэтому до юре все препараты должны отпускаться по рецептам врачей. Но по факту же дела-то обстояли вовсе не так. Ну, конечно. И вчера, и сегодня можно купить любой антибиотик. Зайти в любую аптеку. И, скорее всего, что продадут антибиотик без предъявления рецепта. По крайней мере, вчера мне продали антибиотик без рецепта. И даже не спросили, и даже сказали, что не слышали о таких запретах. На самом деле, они есть были. Но дело в том, что раньше это контролировала только прокуратура. А с текущего года, с 2017 года, такую функцию приобрел орган под названием Росздравнадзор. Поэтому Росздравнадзор, который обладает большей компетентностью в специальных медицинских вопросах, чем прокуратура, имеет возможность больше выявлять таких нарушений. И поэтому его больше боятся, чем прокуратуру, потому что он ближе к медицине и знает все эти нарушения. Но Росздравнадзор не будет проверять все аптеки сплошным образом, а будет действовать только по жалобам граждан. Но сложно представить такого гражданина, который пришел в аптеку, ему продали антибиотик, а он из-за этого пойдет жаловаться в Росздравнадзор. Поэтому я такую проблему не считаю чрезвычайно страшной. Сергей Викторович, что скажете? На самом деле, во всем цивилизованном мире антибактериальные препараты, как и большинство других препаратов в аптечной сети, выдается только по предъявлению рецепта врача, по-другому быть не может. Это связано не только с тем, что пациент сам не может назначить антибактериальный препарат в нужной дозе, в нужном количестве, с нужной продолжительностью курса. Но и связано это с вопросом привыкания, развития толерантности микробных возбудителей к антибиотикам. И, соответственно, появлению штаммов микробов, на которые невозможно воздействовать антибиотиками. К сожалению, антибиотиков новых в последнее время появляется очень мало. Их практически не производят, не выпускают новые. Выпуск препарата очень дорогостоящий. Апробация, выпуск, приведение его до выхода на рынок. Это занимает большие финансовые и временные ресурсы. А финансовая прибыль от продажи антибиотиков не очень высокая. Это не препарат, связанный для лечения, снижения уровня холестерина или артериального давления, которое принимается пожизненно. Поэтому и прибыль у фармакологических компаний от применения антибиотиков не такая большая. Соответственно, снижение количества действующих антибактериальных препаратов ведет к использованию одних и тех же. На фоне чего появляется появление штаммов абсолютно устойчивых ко всем антибиотикам. Что может приводить к весьма плачевным результатам. На связи с нашей студией Сергей Борисович Липустин. Один из уважаемых экспертов не только в городе Перми, но и в Пермском крае. Сергей Борисович, я вас приветствую. Добрый вечер. Как вы считаете, не связаны ли ужесточения этих норм с тем, что наши жители, жители Пермского края, Перми, действительно бесконтрольно употребляют эти антибиотики, нанося своему здоровью больше вред, нежели пользу? Дело в том, что наши жители ничем не отличаются от жителей других регионов страны и всего мира. Они также хотят иметь легкий доступ к антибиотикам, получать их легко, просто назначать, самостоятельно принимать и так далее. Но эта доступность в целом очень вредит. Это стало национальной угрозой для многих стран, и для России в частности. То есть формируется огромное количество резистентных штаммов, и мы можем таким образом вернуться в доантибиотическую эру. То есть представьте, если бы мы жили в довоенное, до Второй мировой войны время, когда продолжительность жизни 40 лет, пневмония с огромной летальностью, менингит, со стопроцентной летальностью, нам не хочется возвращаться в такую среду. Стало быть, нам нужно очень бережно относиться к антибиотикам, а использование их широкомасштабное ведет к формированию резистентности, и мы можем их просто потерять. Поэтому теоретически эта рекомендация очень важная, очень полезная, а практическое ее использование, ну, если вы спросите, я скажу, что я думаю по этому поводу. Будьте любезны. Дело все в том, что это в теории очень здорово, но на практике наша медицина, структура нашей медицины такова, что рядовые граждане, они, я боюсь, будут иметь затруднения в доступе к антибиотикам в связи с этим, соответственно, будут получать антибиотики позже, чем нужно будут получать. То есть, ну как мы представляем, да, то есть нужно записаться к врачу, запись там, электронная регистратура и так далее. Значит, записаться сегодня нельзя, завтра нельзя, через неделю, через неделю может быть поздно, у пациента осложнение и так далее. То есть, доступность медицинской помощи, доступность врача, который может выписать рецепт, вот это камень преткновения, да. А теоретически, да, все антибиотики обязательно во всем развитом мире должны выдаваться только по рецепту врача, безусловно. Сергей Борисович, если можно, оставайтесь на связи. Господа, ну вот, собственно, мы вскрыли при помощи Сергея Борисовича Липустина ту обратную сторону медали. Как быть-то с точки зрения пациента? С точки зрения пациента есть действительно две составляющие. Это общественные интересы, то есть не вызвать толерантность общества к антибиотикам. А с другой стороны, интересы конкретного пациента, который вынужден будет минимум на сутки задержать лечение антибиотиками. Давайте смотреть правде в глаза. Ну, не все так хорошо с оказанием медицинской помощи и в Пермском крае. Ну, наверное, и по всей России. Я, поскольку являюсь жителем Прикамени, говорю за наш регион. Ну, конечно, ведь мы же ходим в поликлинику, и чтобы попасть на прием к терапевту, это уже минимум один день. А по факту, и как вы говорите? По факту, давайте смотреть правде в глаза. По факту четыре дня. В запись раз, а если это выходные или праздничные дни, это в плановом порядке ты к терапевту не попадешь. Другое дело, что некоторые службы работают и в выходные дни. Это благо, что у нас есть такая методика. Но все равно в любом случае это задержка. И по нашей судебной практике у нас было многочисленные судебные дела, когда неблагоприятные исходы наступали из-за задержки начала антибиотикотерапии в больнице уже. Когда врач видит пациента, знает, что он болеет, но не назначает антибиотики, потому что думает, что пока рано. И потом судом признавались эти действия неправомерными. А тут получается, что любой пациент, у которого температура, симптомы инфекционного заболевания, возможно, бактериального, где нужны антибиотики, он должен еще записаться к врачу сначала. То есть пройти еще одну инстанцию, потом бежать к фармацевту. А дальше он пойдет к реаниматологу в инфекционную больницу. Вот какой прогноз. То есть исходя из прав лично каждого гражданина, это, конечно же, обременение, нагрузка дополнительная для получения своевременного лечения. Вот таким образом получается, что нормы-то новые отчасти во вред? Ну, скорее всего, что нет. Потому что контроль должен быть неправомерного и злоупотребления вот этих вот свободных продаж и покупки лекарственных препаратов. Ведь дело-то не только в антибиотиках. Дело в том, что и любые остальные препараты тоже нельзя продавать без рецептов. И были случаи, когда покупают препараты не с лечебными целями, а с какими-то иными целями, чтобы потом был вред здоровью, например, и при неправильном употреблении. Поэтому здесь барьер должен, конечно, быть установлен. Но вот хорошо, что он не такой жесткий. Иначе вот представить, если мы сейчас все заболевшие, кто нуждается в антибиотиках, пойдет сначала к врачу, например, к Сергею Дыбалю, да, получит рецепт, что тоже уже проблематично может быть из-за того, что его доктора будут вынуждены выписывать эти рецепты. А вот к Сергею Липустину не пойдет, потому что он врач-стационар, и рецепт выписать не может. Вот именно лучший специалист, так скажем, да, в этой сфере, которую мы сегодня слышали, он не может выписывать, потому что он врач-стационара. То есть будут загружены врачи поликлиник, будут отсрочивания, задержка в лечении. Но я думаю, что Росздравнадзор это понимает. И злоупотреблять вот этими функциями, которые даны Росздравнадзору с 3 января 2017 года, конечно же, не будет. Но получается так, смотрите, что вроде как мы новые нормы приняли, да, но следить за их исполнением будем, ну так, сквозь пальцы. Вы знаете, на самом деле я вот столкнулся с выпиской, продажи рецепту безрецептурного, пытался купить рецепт в Екатеринбурге, есть одна уважаемая компания «Планета здоровья». Мне не продали антибиотик, это было 3 месяца назад, я пришел в аптеку, мне сказали, нет, давайте рецепт. Я говорю, я врач. Они говорят, извините, напишите рецепт, вам продадим, поставьте печати. Подобный случай был со мной в одной из скандинавских стран, мне потребовалось купить препарат рецептурный, со мной был доктор, мне препарат продать отказались. Доктор назвал свою фамилию, аптекари ввели его фамилию в компьютер, нашли идентификационный номер, подтвердили, что он доктор, он расписался, и я получил препарат. Вот смотрите, интересный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Сергей Борисович, возможно ли, на ваш взгляд, такая ситуация, в салонах оптики сидит специалист, который проверяет зрение человека, который туда обратился, и тут же выписывает рецепт. Как вы считаете, могут ли наши аптеки пойти по такому же пути? Грубо говоря, в небольшой кабинете, где сидит терапевт, что вы хотели, на что жалуетесь? Ага, вот вам рецепт, пожалуйста, пройдите в соседнюю комнату. Мне трудно отвечать за аптеки, потому что эта структура скорее уже связана с... Здесь вопрос к эксперту от медицины скорее. Да, ну смотрите, я могу другой пример привести. Если вы пойдете в бассейн, и у вас нет справки... И там тоже есть врач? Да, бассейн предоставит вам доктора, который вас осмотрит и напишет эту справку тут же. То есть люди, которые заинтересованы, чтобы вы пришли и купили антибиотик. Люди заинтересованы в прибыли? В прибыли. Они могут таким образом действовать. Но я так понимаю, что здесь нужны какие-то акты законные, подзаконные акты, чтобы аптеки имели право нанимать консультантов. И вот здесь, кстати, при подготовке программы в голову пришла такая мысль. Помните, да, телемедицина? Когда посредством сети интернета, посредством видеосвязи оказываются там те или иные консультации. А ведь на сеть аптек может быть один терапевт, который через сеть интернет может оказывать вот такие услуги, да, и там электронные рецепты выписывать. Ну, дистанционная медицина. Но рецепт нужно выписывать и по правилам выписки рецептов, конкретно после осмотра пациента, после проверки его состояния. Физикального состояния. Да, непосредственного, личного, с подписью согласия о медицинском вмешательстве. Поэтому вот такая телемедицина в данном случае вряд ли будет соответствовать закону. Хотя идея интересная, если ее провести через приказ Минздрава или поправки к приказу, то вполне можно это решить. Вопрос, во-первых, и ограничить вот такое бесконтрольное применение покупки антибиотиков. Во-вторых, даст возможность и консультироваться, и давать рекомендации врача для покупки этих антибиотиков. Ну, Сергей Порисович провел аналогию, которая очень мне понравилась, с бассейном. Но, господа, опять же, смотря честно правде в глаза, но это очень поверхностный осмотр в любом из бассейнов осуществляет специалист. Ну, как и в телемедицине, вы же не послушаете больного, вы там не глянете его, анализы, не выполните, аускультацию не пропальпируете. И как постоять диагноз? Это все достаточно сложно на самом деле в рамках телемедицины. В рамках телемедицины можно консультировать каких-то сложных больных с коллегами из других регионов, там, из центральных районных больниц, фельдшеско-акушерских пунктов. Оказывать такую консульционную помощь в плане постановки диагноза коллегиально. Когда врач уже посмотрел. Когда врач посмотрел и обсудит результаты вместе с коллегой, решит, какой антибиотик там больше подойдет. Но назначать так, без осмотра больного, с моей точки зрения, это неправильно. Сергей Борисович, существуют ли лекарственные препараты, может быть, какие-то новые разработки, которые способны в принципе, в целом, заменить антибиотики? Нет, пока замены нет. Естественно, большую пользу приносит вакцинация. То есть мы всячески это поддерживаем. И когда-то, когда антибиотиков еще не было, там, почти 100 лет назад, именно в вакцинацию верили, именно с этим связывали все перспективы, все человечество. Но вы прекрасно понимаете, что есть ряд заболеваний, для которых вакцины пока не существует. Да и вакцина тоже не всегда выход. Поэтому пока представить медицину без антибиотиков невозможно. Именно поэтому мы так тревожимся, боимся резистентности бактерий, поэтому мы так боимся бесконтрольного его применения. Я хочу, кстати, сказать, что Россия не самая злоупотребляющая антибиотиками. То есть вот упоминали Скандинавию, Скандинавия в Европе славится очень жестким подходом, очень ограниченным использованием антибиотиков. Скажем, например, США очень широко используют антибиотики, очень вольно, я бы так сказал. А Россия где-то между Скандинавией и США. То есть у нас мы в этом отношении не относимся к каким-то крайне распущенным в антибиотическом плане странам. Но тем не менее нам бы хотелось использовать опыт Скандинавии, нам бы хотелось двигаться в эту сторону. Так что как получится, не знаю пока. Сергей Борисович, большое спасибо вам за ваше мнение. Господа, как считаете, будет ли все-таки работать вот этот приказ Минздрава в полном объеме? Ну, пока, конечно, нет, потому что много препятствий, много нестыковок, много проблем создает это введение для населения в первую очередь. Ну, давайте будем как-то уже подытоживать, резюмировать. Проблема доступность медицинской помощи, квалифицированной, я подчеркиваю. Доступность лекарственной помощи, потому что без рецепта... Оперативность. Да, оперативность. Скорость, своевременность. Да, да. Поэтому пока вот такого строгого применения, наверное, надо повременить. Но все равно контроль должен быть, оставаться. Надо проконтролировать возможность получения рецепта в праздничные дни, в выходные дни. Вот сейчас новогодние праздники, да, в социальных сетях там буря негодования, да, невозможно попасть на прием к врачу, невозможно получить квалифицированную помощь. За 9 дней можно и умереть от какой-нибудь инфекции, да, пока попадешь на прием к доктору. Поэтому все эти вопросы должны учитываться, все эти, может быть, какие-то дополнительные нормативные акты, и чтобы пациент действительно мог получить помощь, получить этот рецепт и попасть на прием, попасть в аптеку, купить препарат. Ну, нормативные акты, что приказ Минздрава о запрете действует, кроме выходных и праздничных дней? Слушайте, вот почему не сделать, что любой доктор мог бы, вот как в той же Скандинавии, да, там, имеешь инфекционный номер, не обязательно врач стационара, ты врач поликлиники или ты врач частной клиники. Ты имеешь право выписать рецепт пациенту, да. То есть первый приближайший врач, который оказался рядом с пациентом? Допустим, мой товарищ. Совершенно верно, коллега, попутчик, не знаю, терапевт. Я своему ребенку, получается, не смогу выписать рецепт, по большому счету, мне надо там, ну, это сложности возникают, мне надо вести его к педиатру, чтобы получить рецепт, я не могу, а я же тоже доктор. Я думаю, все врачи должны обладать правом, должна быть какая-то база врачебная и дефекционные номера, по которым любой доктор может спокойно выписать препараты. Да, проще говоря, расширить спектр врачей, которые могут выписывать рецепты в экстренных случаях для лечения антибиотиками. Снизить нагрузку на тех врачей, которые сейчас трудятся. У нас в поликлинике. Я думаю, это будет масса негодования и у врачей, и у фармацевтов. Представьте, сейчас разъяренный пациент будет приходить по привычке и требовать у фармацевта антибиотик. Представляете, в какой бордобой это может вылезти. И вот заболел ребенок у человека, да, он любой возможностью этот антибиотик достанет. Да он витрину разобьет и заберет, если он не сможет получить этот рецепт. Господа, спасибо. Ваше мнение очень ценно и важно для нас. В нашей студии сегодня Сергей Дебаль, кандидат в медицинских наук, руководитель частной клиники. Евгений Козьминых, директор Пермского медицинского правозащитного центра. Ну а кроме того, по видеосвязи в наших дебатах принимал активное участие Сергей Липустин, эксперт из Пермской краевой больницы. Господа, благодарю вас за то, что нашли время к нам при теме. Спасибо, что выбираете РБК и до встречи в нашем эфире.